А помните, как по сети неслось, что наши дети защищают свою страну лишь потому, что в случае победы каждому из них обещаны клапты к земле, та и два раба? Просто поражал менталитет авторов этой пугалки. На кого она была рассчитана? Неужели они не понимают, что барыш далеко не лучший мотив жертвовать жизнью? Бояться же быть отданным в приусадебные рабы мог лишь тот, кто в принципе был готов стать таковым, кто уже был рабом в душе. Для свободного человека такой исход относился бы к сфере невероятного. Еще со времен родоначальника блогеров Геродота, всякий кому не лень, перепощивает предания, отражающие суть рабского менталитета. Как-то раз отправились скифы в дальний поход, да и подзадержались там. Посчитав мужей мертвыми, скифские женщины сошлись с рабами, и те стали хозяйничать в домах собственных хозяев. Годы благоденствия закончились, когда прокатилась молва, что войско возвращается. Каждый догадывался, какое страшное наказание грозит за измену. И тогда решили бывшие рабы защищаться. Они перекопали перешейк, ведущий на полуостров рвом, и насыпали там вал. С тех самых пор и стал перешейк этот называться перекопом. Одна за одной доблестно отбивали защитники атаки несокрушимой армии, пока некто не дал скифскому предводителю совет. Против кого мы воюем? Это же рабы. Не смерть их страшит, а плеть. Прятав свои мечи, воины взяли в руки хлысты, и лишь только рабы услышали щелканье кнутов, они, побросав оружие, в ужасе побежали в освоясье. Свободного же человека плеть не пугает. Она лишь учит его еще более ценить свободу, даже если это самонаводящаяся гиперзвуковая плеть массового поражения. И тот, кто привыкший править рабами, множит удары плетьми по свободным, добивается прямо противоположного эффекта. У меня в офисе на комоде немного сбоку лежит обломок берлинской стены. Он молчаливое напоминание, как всего за пять месяцев до ее падения Эрик Хоникер провозглашал, стена простоит еще и пятьдесят и сто лет. Наводя порядок, жена была передвинула этот кусок бетона в центр, добиваясь симметрии. Но я вернул его на место. Место с другой стороны зарезервировано для обломка Перекопского пропускного пункта.